Какой цвет все-таки иметь получился? Ну, как я и говорил, русый. Мне любопытно. На камере уже все нормально. Да? Да. Все-таки хоть капельку он изменился? Да, да. А то я все-таки красила, и как его... Нет, изменилась, изменилась. Микрофон не прикрытый? Нет. У меня их два, во-первых. И сверху, и снизу. И оба работают одновременно. На ночь салатик поел, и как его... И на ночь ничего не будет. Эмиль говорит, мам. Халву давай с чаем, с треской. Я халву хочу. Искуситель. Да, капец, врач. Я говорю, Эмиль, ты, мать, добродолжен, живой. Не, ну я поем сам в одиночку, если что есть хочешь. Вчера мне соблазнил, я поел на ночь. Ты раз на ночь не поел с утра, такая лёгкость. Скачил, с раздевалил. Полы помыла в кухне. Всю какая баба. Ты с утра не поела. На ночь ты ела. Нет, я на ночь не поела. Да. Нет, я на ночь не поела. И с утра ты не ела. Да, и с утра не ела. А когда поешь, то ты расслабляешься полностью. Организм тратит до 30% энергии на переработку еды. Поэтому тебя, здравствуй, откидывает. Это, ну и как его, если только чай и немного сахара. Я, кстати, вообще, если честно, говорить, кофе я вообще пью без сахара. Я не люблю. А ты кофе пьёшь раз в 100 тысяч лет? Нет. Я если в город еду, я обязательно кофе себе покупаю. Да? Да. Я постоянно. Если я в город, то я кофе. Мухи одолевают. Да фиг с ними. С этими мухами. Я говорю, если я в город еду, то всё. Это кофе. Обязательно. Стакан кофе я выпью. Если же денежек побольше. Я еду мимо другого места, то я люблю американо взять. Американо крепкий такой. Я люблю без сахара кофе. Вообще. А я вообще кофе не люблю. А вот чай я не могу без сахара. Хотя бы, ну, боже. Если меня слышно, говорю, вообще кофе не люблю. Вот. Как его, и на печень он мне влияет как-то. Вот. Я тогда, ну, это не детство уже, как его, 16 лет мне было. Вот. Я болела желтухой. Вот. Это. Вот такой, ну, не страшный. Слава тебе, господи. Вот. А, как его. И кофе не очень люблю. Вот. Такие вот дела. Это. Сейчас иметь поставить чайку на ночь. Хавничка. Ха-ха-ха. Ой. Сегодня. Тихо-тихо-тихо. Бывает. Это. И в Израиле праздник какой-то я уже забыла. Ты тихо разговариваешь с Мишком. А. Говорю, сегодня и в Израиле праздник какой-то я уже забыл. Ромки-пур, по-моему. Вот. Окончание поста, что ли, по-моему. Или что-то такое. Принято есть такие треугольнички. А как его? Онигири, что ли? О, глянь, уже выучила, что такое онигири. Уже знают. А они знают, что такое онигири. Это треугольничек из риса. Внутри добавляют либо крабовое, либо, ну, либо крабовое мясо. В основном крабовое. Либо лосось. И он треугольничком такой. Еще любит его украсить, сделать глазки из листа нори и ушки. Типа такой, как будто мишка, как будто. Любит украсть. То есть японцы любят на мимишности вот этой. И это красиво. Здесь что такое? Янигири вкусные, кстати. Я ел один раз. Ну, правда, наши, как у нас готовят. А у нас здесь готовят... Я просто смотрел обзор, японец ел русские суши и роллы. Ты когда себя все-таки хоть сними? Я тут на фоне. А ты повернись как его к двери. Я оператор. Я разговариваю за кадром. Моего лица не видно. Я Бэтмен. Как его... И он говорит, это не суши и это не роллы. Это что-то другое. Я не ел. Нет, ели. Мы роллы ели. Я не помню. Но это наши имя. Это другое. А, помню, один раз когда-то. Ой, столько пришло. Но они были такого качества, что... Я, кстати, тогда второй раз в жизни ел палочками. Я, кстати, неплохо так ел. Уже нормально прям палочками. Я получал. Да, да, да. Я неплохо уже прям палочками орудовал. Да. Я, кстати, потом долго... А у меня никак бесполезно. Я потом, кстати, еще помп... Я уже... И вилку взяла, короче, и все. Я потом еще этими палочками... Или руками. Я потом... Руками, как его прям кунать. Вот или что-то такое. Один раз, да, да, да. Я потом еще, кстати, этими палочками помидоры ел. Тут салат, короче. Это долго ел. Я, кстати, сказала, да ничего особенного, как его... Рис. Поел бы ты нормальный хотя бы. Подороже, который нормальный. Ты бы изменила свое мнение. Ну, ел бы, прям, разумеется. Ну, вот сегодня мы делали, как его, огурцы, помидоры, соевый соус, немного сухого чесночка. Буквально, там, прям, вот. И кусочек батончик я съела. И миллион толстый, те маленькие. Диета... Какая диета, ребят? Это неправильно. Диета – это не ущемлять себя в употреблении пищи. Диета – это начинать правильно питаться. То есть, есть, там, каши, к примеру, овощи, фрукты. Есть, там, вареное. Меньше есть жареного. То есть, такого именно жирного. Я поняла, я поняла. Меньше есть вредного, есть более полезного. Это и называется диета. Диета – это не голодовский. Я поняла. Я, когда купаюсь, там, это, глянешь на себя в зеркало, а потом... Ё-ка-ла-мане. Куда же я все пру и пру-то, а? Это. То, вроде бы, немножко похудеешь, то опять надуюсь, как шарик. Это. Я, если честно, не люблю. Вот ты говоришь, ты любишь, там, старые видео. Смотри, я не люблю. Особенно на себя старого, предыдущего смотреть. Нормально ничего такого. Нет, ну, это для тебя, как говорится. Это ты родитель, как говорится. Для тебя всегда так будет. Как говорится, я и в старости для тебя детем буду. А ты еще не был трехлетним. Как его... Ну, это я просто расслабился, я прикалывался здесь. Это уже чисто поугарать. У-у-у, теплился. Ну, давай. Угрелся. Завернулся в одеялочку. Ну, это уже чисто поприкалываться. И то я потом ее снял. И то, потому что мухи кусучи были, я поэтому укрылся. Одолевая. Сильно спину грызли. Я не люблю... Я уже не знаю, куда эти ленты взвешить и взвешить. Ужас, как... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Тогда придется как имена лыска. Упаси Господь. А что, мне нормально было? Зато, кстати, голова отдохнула хоть от этих волос. Это как... Я сейчас вот подстригся, мне нормально. Волосы не мешают ничего. Хотя зимой все равно, а сейчас опять отращу. Да, дашь, это еще теперь, дай бог. Что там тебе, какая ждет погода? Кто что говорит? Кто говорит? А, весь октябрь будет 20-21. Ну, такая погода солнечная, там, тепло. Ты махаешь головой? Откуда ты знаешь? Не знаю. Мой внутренний индикатор погоды говорит обратно. Да, мой внутренний мноуктор, что говорит. Октябрь будет наполовину дождливый. И градусов будет 8-10, вот так держится. А с ноября уже начнут с холода. Это я так ставлю. Ну, это так мой внутренний индикатор говорит, по-моему. 8-10, это ты холодновато, по-моему. Нет, в октябре. В октябре порой снег шел. В 17-м году у нас пошел снег. Не забывай, в октябре. Но у меня не такая память, как у тебя. И два раза. Вчера мне не верил, что я не помню события там, как его, 25 лет. Для меня это удивление, да. Потому что я в деталях помню, что было в 5 лет. А ты не якой. Я захочу и буду якой. Я есть я. Все. Меня, как говорится, не касается. Я помню, как в 4 годика, когда был Новый год, и снял старый большой календарь. Они же раньше большие, такие были календарь. Я на обратной стороне рисовал фломастером. Я это помню отлично. Я калякал, калякал. Я много чего помню, когда был из детства, к примеру. Там вот я дружил там с... С человеком. Да. С подружкой. Я помню, как мы там... Помню ее собачек, помню ее дорожку, помню этот дом. До мельчайших подробностей. До каждого бокала, который от сервани стоял. Я помню покрывало, какое было. Вот, черно-вордовое. И какие на нем были узоры. Я помню до миллиграммных мелочей все. Кукол, в которых мы играли. Вот. Я их помню прекрасно. Какие у меня были куколы. С рыжими у меня была волосами. Потом с карими, моя любимая. Вот дочек я не родила. И сынок у меня был один. А у нее был сынок и дочка. У подружки. Такие вот дела. Хоть аборт в ней разжить не делал. Слава тебе, господи. Я сам начал. Ну, ты, конечно, переключаешь темы. То говорила одно, то теперь другое. То про оковку, то про это. Слушай, переключаешь темы со скоростью звука. Типа, во что ты в детстве играл, то тебя это... Бред. Это что, если я машинки в детстве ломал, к примеру, крушу, то я и в жизни машину крушу. Ну, ты не знаешь. Как налетишь, я же куда-то езжу. Я не псих. Да я шучу. Это черный... Ну, такой коричневый, серый. Говнистый. Скажи проще. Нет, все-таки серый. Понятно. Серый обычно ассоциируется с нейтральным цветом. Серый цвет нейтрален. Пошла лекция от Эмиля. Да. Ну, я и сказал серый. Серый – это нейтральный. Юмор. Это не нейтральный юмор. Далеко не нейтральный. Так что иногда, как его... Некоторые события, может быть, мозг удалять сам по себе. Не спрашивать тебя. А он еще у тебя... Это как Windows должен... Вы точно хотите удалить файл? Так что... Это, по-твоему, так работает? Вы точно хотите удалить это воспоминание? Кое-какие бы я с удовольствием удалил бы, но... Они в моем сердце и душе. Шучу. Ну, кстати, насчет сердца неправильно, конечно, но есть клеточная память. Да? Есть. Клеточная память. Ну, как? Только она в дни дуги сверху. Одни ученые говорят, что ее не существует, а другие ученые говорят, что существует. Потому что это объясняется тем... Я не знаю, говорит. Это как в песне, что в этом мире не проходит бесследно, да? И молодость. Ну, это такая долгая тема, конечно, я бы поговорил, но это сюда не подойдет. Прекрасно. Если есть хоть что-то, вспомните уже счастье. Слушай, давай я... Ой, ну ладно. Хоть вечером поболтушки немножко тратить. Больше не с кем. С камерой разговаривай. Дожить. С людьми я разговариваю. С камерой. В данный момент мы разговариваем с камерой. Это факт. Это только потом, вследствие выкладывания видео, уже будет разговор с людьми. А сейчас непосредственно с камерой. Не порть аппетит вечернего чайпития. В данный момент непосредственно с камерой идет разговор. Так что зря ты мне вчера не верил. Мне пришлось, ну, чуть ли не это, какому, не бажиться тебе. Такое бывает, что... Ну, выбивает вот что-то какие-то события из памяти. Здесь. Вот. Просто вечер всем добра, счастья. Как покрасилось, так покрасилось. Нормально все покрасилось. Теперь не... Как говорится, это... Завтра пойду гулять. Куда тут, правда, идти гулять? Тут кладбище рукой подать. А больше тут еще нет. Куда тут гулять? Не знаю. Я даже не знаю, куда тут гулять. Во дворе гулять буду. Сентябринами любоваться. Всем благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok